Всем привет, с вами Жора. И последние несколько месяцев я стал интересоваться автомобилями. А именно, как они устроены, что такое КПП, что такое ходовая часть, что такое форсунки. Очень смешное слово. Сначала мне, короче, казалось, что форсунки это смешное слово. А потом я понял, что это такое, куда они запихиваются. Чё, чё вообще, к чему? И на этой почве у меня возникла идея снять для вас такое видео, в котором я расскажу вам основы основ автомобиля. Из чего он состоит и что, как примерно работает. Это видео направлено на то, чтобы научить вас более-менее разбираться в основах автомобиля. Потому что даже некоторые водители не понимают, куда нужно заливать масло. Ну, в любом случае, если у тебя нет автомобиля, это видео будет для тебя полезным. Потому что ты будешь расширять свой кругозор и будешь уже разбираться не только в чём-то таком, в чём ты разбираешься, но ещё будешь разбираться более-менее в автомобилях. Можешь там с батей поспорить, например, чё такое там КПП. Не знаю. Ну что, давайте приступим. В каждом автомобиле есть ряд основных частей, которые есть во всех автомобилях. То есть не бывает, что этот автомобиль абсолютно другой, а этот автомобиль абсолютно другой. Даже 14-й и Феррари между собой чем-то похожи. Я имею в виду не внешне, но мясо какое-то, да, там. Короче, сейчас будем разбираться в этом. Как-то Феррари похожи на 14-й. Погнали. Любая, повторюсь, любая машина состоит из следующих частей. Несущая конструкция, которая называется кузовом. Далее у нас идёт ходовая часть. Потом идёт двигатель внутреннего сгорания. Потом трансмиссия. И электрооборудование, которое отвечает за всю, соответственно, электронику в автомобиле. Сейчас мы с вами пройдёмся по каждой из этих частей поподробнее. Хочу начать своё повествование с кузова. Почему с кузова? Потому что это самая, блин, основная часть автомобиля, которой крепится вообще всё. Он представляет собой своеобразный скелет, на который крепится всё мясо. Под мясом подразумевается отсек для мотора, фары, бампера, передние крылья, задние крылья, крыша, пол багажника, передний пол и много другое. Много всего ещё. Также кузов имеет несколько типов, и сейчас мы с вами их рассмотрим. Вот так выглядит лимузин. Далее у нас идёт седан. Хэтчбэк вот такой вот красивенький. Так выглядит универсал. Всеми известный кабриолет. Вот такой кузов у нас имеет. И последнее, пожалуй, пикап. В Америке её любят. Климат позволяет. И она пользуется в таких тёплых странах спросом. Особенно вот в Америке. В общем, если вкратце сказать, кузов – это скелет, на который в дальнейшем будет нанизываться мясо. Далее у нас идёт ходовая часть. Ходовая часть автомобиля включает в себя колёса, которые воспроизводят крутящий момент, вращаются и передвигают автомобиль. Однако, это не основная задача ходовой части. Наш автомобиль не всегда передвигается по идеально ровным поверхностям. Иногда на дороге всё-таки встречаются какие-то изгибы, ямки, там где-то люк открыт. И именно поэтому создана подвеска. Она является второй составляющей ходовой части. В свою очередь, подвеска бывает зависимой и независимой. Сейчас рассмотрим их отличия. На данный момент, такой тип подвески, как зависимая, считается вроде устаревшей, однако применяется ещё достаточно широко и на грузовых автомобилях, и на внедорожниках, и на легковых автомобилях. Второй тип подвески – независимый. Он характеризуется тем, что каждое колесо имеет свою систему крепежа и гашения колебаний, которая не передаёт движение одного колеса на другое. И по сути, в независимой подвеске отсутствует ось колёс. Как таковая. Третий пункт – это двигатель. Наверное, все мы знаем, что у человека есть сердце. Также у автомобиля тоже есть сердце, оно называется двигателем, то есть от него всё работает. Не будь двигателя – машина бы не работала. Наверное, ну это всем понятно, но всё-таки я внесу пару коррективов, которые, может быть, вы не знали. Двигатель бывает нескольких типов. Бензиновый двигатель, дизельный двигатель, двигатель, который работает на газу. Двигатель – электрический. И последний – роторно-поршневой двигатель. Можете не запоминать, что такое роторно-поршневой, потому что оно не сильно и важно, и используется крайне редко. Далее рассмотрим трансмиссию. Основная функция этой части такова. Она передаёт крутящий момент с двигательного вала на колёса автомобиля. Состоит трансмиссия из КПП, это расшифровывается как коробка переключения передач, и сцепления. Сцепление необходимо для того, чтобы соединить валы двигателя и коробки передач. С его помощью обеспечивается плавная передача крутящего момента. А КПП нужна для того, чтобы изменять передаточное число и снижать нагрузку на двигатель. Ну и последнее, что мы рассмотрим – это электрооборудование. Оно отвечает за всю электронику автомобиля. Именно оно даёт двигателю энергию для старта, и он заводится. Электрооборудование также может работать и в автономном режиме, даже если двигатель будет выключен. С помощью электрооборудования мы можем слушать радио, греться в машине или в жаркую погоду освежаться. Также у нас работает панель приборов, горят фары, опускаются стекло, стеклоподъёмники опускаются, поднимаются. И работает сигнализация. Может показаться, что устройство автомобиля достаточно лёгкое, всё легко, машина – это вообще лёгкое изобретение, но на самом деле нет. Просто в этом видео я осветил лишь основные понятия, основные знания. Прежде всего, это видео было сделано для новичков и для тех людей, кто просто любит узнавать что-то новое. Надеюсь, тебе понравилось это видео. Если это так, то ставь лайк, обязательно пиши в комментарии интересующие тебя вопросы, я отвечу на все. Благо, статистика канала ещё позволяет отвечать на все комментарии, так что отвечу на все интересующие вас вопросы. Ну а на этом всё, увидимся в следующем ролике. Пока.